Зима А некоторые ребята уже приготовили новогодние и святочные поделки. В общем-то настроение у всех праздничное, ну и предпраздничное. Тем более, что на улыбки-то мы никогда не скупим. Ученики художественной студии вместе со своим любимым преподавателем Екатериной Николаевной устроили для нас очередной праздник живописного искусства – предновогоднюю выставку своих новых работ. Вот эта вот работа первое место заняла на выставке. Международная была. А на уроках ИЗО ребята включились в благотворительную акцию «Подари рисунок другу». В этом году их рисунки принесут радость не только им самим, но и детям, которым для того, чтобы рисовать так же легко и свободно, надо сначала пройти лечебную реабилитацию. Это подопечные благотворительному фонду развития реабилитации. Спасибо вам большое, что вы помогли организовать нам подарки для детишек. Для многих детей, наверное, это будет служить стимулом для того, чтобы научиться рисовать и чтобы понимать, что они тоже что-то хотят выбрать в своем. И каждый из этих детей хочет рисовать, научиться. Кто-то не умеет держать карандаш, кому-то сложно из-за того, что мышечные спазмы рисовать. Но они все стремятся чему-нибудь научиться. Смотря на ваши рисунки, им будет к чему идти, к чему стремиться. И, может быть, кто-то из них решит тоже рисовать. Ну, если чуть-чуть мы окажемся полезными таким милой жертвам, то сейчас мы спасли. Наши ребята вручили свои подарки основателю и руководителю фонда Камиле Табеевой. И пожелали своим новым друзьям радости, бодрости и веселья. Желаю поздравить вас с наступающим Новым годом, а также с Рождеством. Желаю, чтобы все скорее поправлялись. Всего вам лучше, успехом в жизни. Ну, а я бы хотела пожелать им тоже, чтобы они выздоровели, были такими же счастливыми, чтобы все у них было хорошо. И я заранее поздравляю вас с Рождеством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова